МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РУДИЯ ПЕДЁРКА! АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня у нас последняя из отборочных игр в нашей уникальной территории для школьников. На самом деле, такого больше нет нигде. Итак, последняя отборочная игра. И те люди, которые сейчас вы видите перед собой, украсят своими лицами, своими блестящими ответами, своими глубочайшими знаниями, своей потрясающей харизмой наши предфинальные игры. Некоторые волнуются, как космонавты перед стартом. Некоторые просто ждут, чтобы стать интернет-мемом. И так далее, и так далее, и так далее. Бывает у нас и такое. Итак, сегодня у нас в гостях, и у вас в гостях, ну и хозяева нашей студии. Итак, слева от меня в таких красивых зеленых фирменных галстуках ученики Ириненской гимназии города Гомеля. АПЛОДИСМЕНТЫ Работает с ними Дарья Николаевна. По скромности она с фамилией свою не называет, а вдруг она еще изменится несколько раз. Итак, справа от меня, вот просто так вот, без всяких галстуков, таких свободных прикидок, воспитанники клуба «Лидер», которым уже много лет в Дворце творчества детей и молодежи руководит Татьяна Александровна Белодедова. АПЛОДИСМЕНТЫ И начинаем мы с нашей блеф-игры, с нашей замечательной «Донетки». Я могу говорить правду, могу бессовестно врать, глядя в камеру, ну а вы будете либо соглашаться с моей правдой, либо ловить меня на моей бессовестной лжи. Итак, Настя Гудович, капитан команды Ириненской гимназии. Настя, у кого из вас так развита интуиция, что он может легко отличить ложь от правды? Михаил. Михаил, понятно. Кристина Инковцова, капитан лидеров. У вас кто? Ну, у нас успешно начать попробует Катя. Катя. Итак, Михаил против Катей. Вперед! Внимание! Но бойтесь, бойтесь нашего электронного судьи, потому что он может дать фальстарт в любую секунду. Внимание! Верите ли вы, что файлы с расширением zip – это архивные файлы? Михаил? Да, верю. Конечно! Zip – это архив, и его можно разархивировать любой хорошей программой. Играем дальше. Пять очков принес своей команде Михаил. Играем. Верите ли вы, что бобры могут строить плотины длиной свыше ста метров? Михаил? Нет, не верю. Сразу видно, Миша, что вы не бобер. У нас у бобров еще не такие плотины строятся. Вот самая длинная плотина – это порядка километра даже есть такая огромная. Ох, какие зверюги. Продолжаем. Верите ли вы, что Елисейские поля находятся в Лондоне? Миша? Нет, не верю. Это Парижская улица, вы правы. Отлично. Еще пять очков заработал. Верите ли вы, что рыбий жир содержит витамин B? Миша? Да, верю. Сразу чувствуется, что мало того, что вы не бобер, так еще и рыбьего жира не пробовали. Но при этом вкусе, ну какой витамин B? Смесь витамина А и Д. Вот весь рыбий жир. В детстве я очень сильно из-за этого пострадал. Играем. Верите ли вы, что молния без грома называется зорница? Миша? Да, верю. Да, и вы правильно верите, это и есть зорница с полохи на дальнем горизонте, когда грома не слышно, это зорницы. Миша показал себя не джентльменом, ни разу не дал своей очаровательной сопернице нажать кнопку, все пять раз ответил, из пяти три раза попал, 15-0. Следующий бой. Ирининская гимназия очень лихо начала игру, но это ж только блеф игра. И это ж только был Миша Мажуга. На всякого Мишу найдется своя С-400. Итак, поехали. Дуэль игра. Пять тем, пять игроков, пять очных поединков. Ну, все как всегда. Уже девять лет. Итак, прослушайте темы дуэль игры. Первый бой. Тема знают все. Ну, элементарные знания. Второй бой. Сказки и сказочники. Третий бой. Домашние животные. Но котики в интернете отдыхают. Продолжаем. Четвертый бой. Дальние страны. Пятый бой для историков века и эпохи. Так что у вас есть пять секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Пять секунд. Время истекло. Приняло решение Настя. Чуть дольше инструктировала своих лидеров Кристина Инковцова. Ну что ж, первый вопрос. Настя Гудович. Кто у вас знает все? Я знаю все. Прекрасно. Люблю скромных людей. Кристина Инковцова. А у вас? Ну, надеюсь, что Дима. Дима. Итак, Настя против Димы. Вперед. Дима! 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 Простые, простые образы, ответы на которые не знать просто невозможно. Начнем. Звезда этого цвета украшает наш красивый белорусский герб. Прошу. Солнце. Какого цвета солнце? Желтая. Понятно. Прошу вас. Красная. Звезда. Это вот такая вот с пяти кончиками. Да, я согласен с вами, что солнце это звезда. Но все-таки звезда есть звезда, а солнце есть солнце. И Настя отрабатывает пять очков. Красная звезда на нашем белорусском гербе. Продолжаем. Он старший из трех богатырей. Настя. Илья Муромец. И это правильный ответ. По этим горам проводят границу между Европой и Азией. И снова Настя. Уральские горы. Прекрасный ответ. Дима, я верю, что вы знаете все, но просто реакция у вас не очень. Продолжаем. Этот мифологический герой взлетел к солнцу на крыльях и упал. Наконец-то. Икар. Отличный ответ. Первые пять очков в копилку лидеров. Спасибо, Дима. Играем. На этом лекарственном растении можно даже гадать. Прошу. Ромашка. Гадали? Да. И как? Хорошо. Любит? Да. И это правильный ответ. Веринская гимназия вот рванула очень сильно. 35-5 в ее пользу. Но еще не вечер, еще даже не утро. Мы только-только начинаем. А лидеры это те люди, которые долго запрягают, но быстро ездят. Следующий бой. Лидер! 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 Второй бой. Второй бой сказки и сказочники. Настя, кто у вас любитель Гарри Поттера и прочих красных шапочек? Читать у нас любит Диана. Диана любит читать, хорошо. А я люблю говорить. Кристина? Наше положение попытается исправить Надя. Так, хорошо. Ну что ж, будем надеяться, что Надя покажет ну просто сказочную игру. Итак, Диана против Нади. Вперед! Надя, вы у нас как четвертый эпизод «Звездных войн». Новая надежда. Надежда. Победите эту империю. Играем. Сказки и сказочники. На спине с двумя горбами, да с оршинными ушами. Что за герой сказки? Да. Верблюд. Верблюд? Логично. Не помню я такую сказку про верблюда. Песенку знаю, сказку нет. Надя, может вы знаете? А про конька-горбунка вам в детстве никто не читал? Читал. Читал. Заметно. Играем. Он отправил Алису сначала в Страну чудес, а потом в Зазеркалье. Да. Волшебник? Волшебник. А фамилия у него есть? Некоторые называют для этого писателя волшебником. Ну. Три, две, одна. Льюис Кэррол. Льюис Кэррол. А еще у него была девичья фамилия Доджсон. Льюис Кэррол это по симпатиям. Теперь вы это знаете. Продолжаем. Пушкин в зачине своей сказочной поэмы описал окрестности залива. А как он этот залив назвал? Там еще на берегу такое дерево стоит зеленое. Прошу. Лукоморья. У Лукоморья, конечно же, дуб зеленый. Надежда. А он придумал героиню растительного происхождения ростом в два с половиной сантиметра. Фальстарт у вас, Надя. За этим очень строго следит наш электронный судья. Дианочка. Дюймовочка. Он придумал. Он дюймовочка. Он не дюймовочка. Это Ханс Кристиан Андерсон. Вот. Играем. И заканчиваем. Она героиня самой противопожарной в сказке маршака. Все МЧСовцы. Прошу. Она. Кошка. Кошкин дом. Ну, наконец-то, Надя. Браво. Итак, 45-10 в пользу Иринской гимназии. Следующий бой. Домашнее животное. Замечательная тема. И несмотря на то, что весь интернет наполнен котиками, котиков в этой теме не будет. Кто согласен на животное даже без котиков? Даже без котиков пойдет Михаил. Ведь Миша пойдет без котиков. И Миша, это последний ваш выход. Два раза к стойке. И больше у нас не хотят. Кристина. А Елизавета у нас больше предпочитает собак. Собак. Итак, любитель без котиков Миша и собачница Елизавета. Вперед. Елизавета. Давай. Лиза. 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 А какая у вас собака? Лабрадор. Большой? Да. Черный? Белый. Палевый. Вау. Это круче, чем ясь. Дальше. Итак, домашние животные. Им... Тише. Им в природе было домашнее животное, которое человек приручил первым. Михаил? Первым животным было собак. Спасибо. Я спрашивал, кем оно было в дикой природе до приручения. Прошу. Волк. Волк. Абсолютно правильный ответ. Играем. О ней пренебрежительно говорят, что, мол, она не птица. Неправда. Птица. Отряда куриных. Возможно, это курица? Курица, конечно же. Курица не птица, говорят. Птица еще какая. Играем. Этим занимается кошка три четверти своей кошачьей жизни. Михаил? Возможно, она умывается. Умывается три четверти. Это очень хорошая кошка вам попалась. Может, вы знаете? Спит. Спит, конечно же. От 16 до 20 часов может проспать уважающая себя кошка. И это правильный ответ. Ну, некоторые говорят, что в это время она путешествует в тонких астральных телах, которых в нее 9, как и жизней. Ну, не знаю. Мои просто спят и храпят. Играем. В народе говорят, в рифм причем говорят, была бы коровка да курочка. Тогда настряпает и она. Ну? Коровка да курочка настряпает и... Лиза. Миша. Ах. Настряпает и дурочка. Не нужно особого ума, если есть яйца, молоко, ну и макарошки, естественно. Ну, тогда настряпает любая. И заканчиваем тему. Их очень боялись индейцы. В Америке они появились только вместе с испанцами. Прошу, Миша. Эти животные кони. Кони. Или лошади. Вы правы, Миша. Итак, 55-20 по-прежнему лидирует Иринская гимназия. Лидер я всей душой за вас. Следующий бой. Дальние страны. Итак, супероружие Вундерваффе команды Иринской гимназии два раза стрельнуло. Теперь посмотрим, как вы будете обходиться без нашего профессионала Миши Мажуге. Итак, тема дальние страны. Египет, Турция, Мальдивы, ну и так далее. Всего этого не будет у нас. Другие будут страны. Прошу. Часто в других странах бывает Елизавета. Лиза, как я вам завидую. А я только в Украине да в России, в Украине да в России. Никаких дальних стран. Кристина. Ну, я думаю, настала им очередь поучаствовать. Хорошо. Ну, вперед тогда. Кристина, а в какой самой дальней из стран были вы? Ой, Польша. Польша. Тоже хорошая страна. А вы, Лиза? Египет. Дальние страны. Этот водопад находится на границе США и Канады. Прошу. Ниагарский. Ниагарский, конечно же. Экономика Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии базируется на доходах от экспорта чего? Фальстарт. За этим очень строго следит на шейтрон. Сидия, Кристина? Топливо. Топливо. А как конкретно? Что они там добывают из земли? Нефть. Ай, вот без... Ну, смелее. Нефть. Нефть. Ну, наконец-то. Родилось. Это нефть, вы правы. Играем. На этом материке расположен полюс холода нашей планеты. Фальстарт у вас, Кристина. Прошу. Это Южный полюс. Южный полюс. Я спрашивал про материк. А материк, Кристина, вы хотели ответить? Ну, фальстарт был, конечно. А что бы вы сказали, если бы не было фальстарта? Антарктида. Антарктида, конечно. Была бы моя воля, я бы засчитал. Но есть еще и правила. Они выше, чем моя воля. Я не самодур. Я подчиняюсь правилам. Играем. Некоторое время у Белоруссии и у этой недальней страны был одинаковый герб. Прошу, Кристина. Это сейчас вспомню. Погоня. А страна какая? СССР. СССР был герб погоня? Спасибо, Господь. Лиза, может, вы знаете? Россия. Россия, понятно. Ребятушка, герб погоня, когда всадник вот так с мечом мчится на коне. Это Литва. До сих пор у Литвы везде на гербе, на паспортах, на деньгах. Вот та самая погоня с всадником, который мчится на Грюнвальд куда-нибудь. Играем. В этой стране, как считается, были изобретены компас, фарфор, бумага и много других полезных вещей. Прошу. Это Китай. Это Китай, это правильный ответ. Итак, 65-25. Ирининская впереди. Последний бой. Века и эпохи. Вперед! Итак, Настя. Века и эпохи. Кто историк в команде? Историк у нас Иван. Ваня, хорошо, готовьтесь. Кристина, кто превзошел всю историческую науку от Ромуна до наших дней? Допустим, Катя. Допустим, Катя. Ну что ж, Иван против Кати. Вперед! Катя! 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 Начнем с самой-самой древности, 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 когда еще бегали первобытные общинные люди с каменными топорами. Итак, начнем. Этот век был до бронзового и железного. Пальстарт у вас, Иван. За этим очень строго следит наш электронный судья. Каменный век. Отличный ответ. К этой эпохе относят творчество Микеланджело, Рафаэля и Леонардо. Возрождение. Отлично. Возрождение, конечно же. Золотой век русской поэзии – это Пушкин. А Блок, Ахматова и Гумилев – какой век? Прошу. Серебряный. Прекрасные знания. Отлично. Гибель Джона Леннона считается концом эпохи этой группы. Ну, Джон Леннон. Я студы. Группа Битлз вот так, вот так забывает героев. Забыли Джона Леннона, когда-то забудут и меня. Это очень грустно. Я сегодня над этим поплачу. Играем. В этом веке началась Первая мировая война. Фальстарт. Фальстарт. И, Катя, у вас есть шанс. В 20 веке. В 20 веке. Обе мировые, в общем-то, были. Отличный ответ. 75-35. Разрыв сократился. И у нас тест-игра. Вперед! Тест-игра – наше скоростное централизованное тестирование. Выжжата кнопка и нужно, ну, не поставить галочку, а сказать А, Б или С. Посмотрим, как у вас получится. Тема игры – девы. Разнообразные девы, начиная от исторических дев и заканчивая девами на звездном небе. Кто готов? Я. Это ваш последний выход, Настя? Да. Кристина? С такой непростой миссией. Надеюсь, справится Дима. Дима. Итак, Настя против Димы. Вперед! Вперед! Жанну Дарк называют А. Орлеанской девой, Б. Бургундской девой и С. Франкской девой. Прошу. Ответ А. Орлеанская дева. Орлеанская дева. Прекрасно. 10 очков. Сразу на 10 очков сократил разрыв. Прекрасно. В избушке распевая дева придет, и верный друг ночей горит светильник перед ней. Чьи стихи? А. Пушкин, Б. Некрасов, С. Державин. Поехали. Ответ Б. Увы, у вас есть шанс. Пушкин. Пушкин. Да, конечно, это цитата из Евгения Егина. 5 очков на подборе. Символ Девы Марии. Это А. Алая роза, Б. Белая лилия и С. Желтый бессмертник. Прошу. Я считаю, что ответ Б. Белая лилия, вы считаете. Вы правильно считаете, плюс 10 очков. Экскурсионный кораблик, плавающий к Ниагарскому водопаду и обратно, называется А. Дева тумана, Б. Дева дождя и С. Дева пены. Прошу. Я считаю, ответ Б. Дева дождя. Нет, это не Дева дождя. У Димы появился шанс. Я думаю, что это ответ А. Дева тумана. Да, там водяной туман стелется над водой. И именно Дева тумана, вы совершенно правы, 5 очков на подборе. И заканчиваем. Под управлением зодиакального знака Девы находится большая часть. А. Августа, Б. Сентября и С. Октября. Прошу. Сентябрь. Да, с 20-х чисел Августа по 20-е числа. Сентября плюс 10 очков. Отлично, Дима отработал. Счет у нас сейчас очень похож на знаменитое женское соотношение. Только без вторых 90. 90-60. Следующая игра. Вперед. Итак, в матче Ирининской гимназии против клуба «Лидер» у нас лидирует, как ни странно, Ирининская гимназия 90-60. Пришло время слайд-игры. Очень любят слайд-игру наши участники. Что может быть проще? Смотришь на экран, видишь букву, видишь картинку и называешь слово, начинающее с этой буквы. Например, увидел такого трехголового змея, буква «Д», а ты говоришь «Змей Горыныч». Это неправильный ответ. Правильный ответ «Дракон». Итак, кто готов пойти на картинки у вас? У нас попробует Иван. Иван. Прекрасно, Иван, готовьтесь. Кристина, кого отправляете в картинную галерею вы? Надежду. Наденька, мы в вас верим. Итак, Иван против «Надежды». Вперед! Ничего жать, ничего жать не нужно. Мы по очереди начинаем с выигрывающей команды, потом шанс вам и так далее, и так далее, и так далее. 15 очков за правильный ответ сходу, 10 за ответ на подборе. Иван, начинаем с вас. Буква «А». Я касаюсь своей волшебной палочкой экрана. Архив! Архив! Точка «Зип». Да, это архив. Перед вами великолепный ответ. 15 очков. Иван заработал. Надежда, играем с вами. Брусника. Спасибо, Господь, брусника на земле растет. Может, вы знаете, Иван? Нет. Не знаете? А кто знает? Барбарис. Ну? Барбарис, конечно, барбарис. Вот без этих ягод, собственно, плов не приготовишь. Играем с вами, Иван. Велосипед. Да, вот такие странные бывают велосипеды. Надя, давайте с вами. Гамак. Отлично, 15 очков. Иван. Подсказывать не буду, вы лидер. Хотя и не в клубе лидер, но лидируете. Три, две, одна. Надя. Дамба. Дамба. Прекрасный ответ. Вот такая дамба с плотиной. Великолепно. Закрепляйте успех. Вперед. Ну, два слова я от вас жду. Что перед вами? Три, две, одна. Ваня. Не знаю. Не знаете? А сегодня мы о них говорили. Которые, вот Миша знает, они не в Лондоне, а не в Париже. Шан-Залезе. Елисейские поля в Париже. Вот они какие красивые. Замечательно. Иван. С вами. Тут тоже я два слова от вас жду. Ну, можете сказать одно слово на «Ж». Жир. Жир. Какой? Рыбий. Рыбий. Вот он такой рыбий жир. Капсула. Витамины А и Д. Теперь вы это на всю жизнь запомните. Надя. Тишина. Тихо-тихо. А оно полыхает. Ответ? Заря. Заря. Нет, заря это не полыхает. Она так. А-а-а, вышла из мрака молодая с перстами пурпурными. Эус. Ваня. Закат. Закат? Закат. А, закат. Уважаемые игроки, я бы вам советовал внимательно слушать всю игру. И когда у нас Миша поверил в то, что молния без грома – это зарница, он правильно поверил. И это говорилось не для того, чтобы Миша поверил, а для того, чтобы немножко положили себе на подкорочку и прибавили к своим знаниям. Молния без грома там на горизонте – это зарница. Вот так она выглядит. Так что внимательно слушайте всегда в школе, здесь. Ну и самое главное, что вам папа с мамой говорят, они плохому не научат. Ваня, сразу картинка на букву И. Поехали. Не, не учили еще. Надя, может, вы знаете? Нет? Нет, не знаю. Ну, в общем-то, перед вами, смотрите, водород. Но водород бывает разный. Бывает просто водород – один протон, один электрон. Бывает дейтерий – протон и нейтрон. А бывает третий – протон и два нейтрона в ядре. Химический элемент один, а вес и структура разная. Это изотопы. Это учат по физике. И даже по химии, по-моему. И последний вопрос. Надежда. Вот как такой рисунок называется на букву К? Карикатура? Карикатура, вы думаете? Да, вот так путинская Россия тащит из болота Барака Обаму. Ну, вот такая карикатура, вы совершенно правы. Карикатура. Итак, перед риск-игрой у нас 135-100. Ну, разве это разрыв? На нашей риск-игре, на нашей риск-игре, к стойке выходят самые мощные, самые сильные, самые реактивные, ну, естественно, самые знающие игроки. Кто это у вас, Настя? Рисковать любит Елизавета. Прекрасно. Кристина, риск-игрок у вас? Это я. Прекрасно. Итак, Лиза против Кристины. Вперед! Итак, 135-100. Ну, легендарная Алина Трубчик вынимала на риск-игре 100. 100 из 100. А риск-игран, кминаю, игра со штрафом. Правильно я ответил? Плюс 20. Неправильно. Ну, что ж, расстаетесь с 20 очками, столь труднодобытыми вашими товарищами. Итак, риск-игран, начнем. Знают все, этот цветок, кала рука, забывшаяся слудской ткачей. Лиза. Василек. И тше забывшаяся рука, займешь персидского узора, цветок родимый Василька. Василька. Добро. АПЛОДИСМЕНТЫ Залик. 20. Две десятки. Продолжаем. Сказки и сказочники. Хоть он и доктор литературы, но сотворил такое, что биологам и не снилось. Поженил муху и комара. Ну? Да, детский писатель. Вдруг откуда-то летит маленький комарик. Как же звали писателя-то? Некрасов вроде. Понятно, Некрасов. Это тяжело. Минус 20, Кристина. Лиза, будете? Я не буду рисковать. Не будете рисковать. А вот в частном порядке, чтобы вы отвечали? Я бы ответила Корней Чуковский. Конечно, Корней Чуковский. Муха-муха, цокотуха, позолоченное брюхо, муха популя пошла. И дальше пошла вечеринка, потом фильм ужасов, а потом хэппи-эм. Играем. Домашние животные. Они обслуживают свою королеву и ее потомство. Бывают они рабочие, в том числе бжи-кусь. Даже после бжи-кусь не пробило. Это пчелы. Это правильные пчелы. У них правильный мед. Играем. Дальние страны. Эта страна почти наш антипод. От Минска до Виллингтона больше 17 тысяч километров. А еще там хоббиты снимали. Лиза? Это Новая Зеландия. Новая Зеландия. Правильный ответ. Да. Ну и века и эпохи. Цитирую Гесиода. В прежнее время людей племена на земле обитали. Горести тяжких не знали. Не знали и трудной работы. О каком веке так писал Гесиод? Ну, классно жилось людям. Значит, век какой? Три, две, одна. Лиза? Золотой. Золотой вы мой человек. Браво! Лиза ставит блестящую точку и подчеркивает победу Ириенской гимназии. Но мы аплодируем и Ириенской гимназии, мы аплодируем и клубу «Лидер». Дорогой мой зал, дорогие наши зрители, дорогие будущие участники, кто, даже не один человек, я считаю, что как минимум двое блестяще играли, кто достоин игры в предфинальных играх в сборных? Тихо! 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 Прекрасно! Ждем предфинальную игру. Включайте нас в 11.40 на Беларусь 4 Гомель. Ну и самое главное, не забудьте, смотрим пятерку. Получаем десятки, играем! Субтитры подогнал «Симон»!